Лука Ланокта 45-36, а вот третий по сумме в технике и лучший в России, внимание, Екатерина Рязанова и Илья Ткачев. У них существенно ниже оценка вторая, существенно ниже компоненты, все-таки дает знать о себе тот рейтинг, который они имеют в мировой табеле о радах, но тем не менее они обыграли на 2 десятые балла Елену, нет, на 13 сотых всего лишь, но обыграли все-таки Елену Ильиных и Никиту Куцелапову первой оценкой. А вот у Боброва и Соловьева Рязанова и Ткаченко выиграли почти 2 балла. Давайте послушаем, что говорит нам двукратный чемпион Европы Фабиан Бурза. У них есть специальное приспособление, сейчас я его попробую выкрутить, чтобы хорошо слышать. Про Сочи сказал, да, Фабиан? Ну, будут выступать на Олимпийских играх в России, двукратные чемпионы Европы, это очень приятно, но они... Вот руководство мы Александра Жульна выигрывали первенство континента в прошлом году и сейчас, являясь учениками Анжелики Крыловой, вновь доказали, что на старом континенте, в старом свете им по-прежнему нет равных. В общем, очень сильное эхо я себе выкрутил в итоге в гарнитуре, но понял, что будут продолжать бороться, будут продолжать работать еще сильнее и будут стараться. Соревноваться в том числе и с более сильными соперниками, я так понял, что Натали в этой фразе имела в виду североамериканские, в первую очередь, дуэты и нисколько не боятся французы трудностей, которые стоят на их пути. Теплые слова в адрес Великобритании, говорит сейчас Натали, говорит, что для нас Великобритания, это Тор Вилдейм, это танцы, и благодарит за очень теплый прием, говорит, что нам очень нравится, и скоро будет здесь большое шоу, в котором, как я понял, они тоже собираются принять участие. Ну и публика, в случае, как обычно, как это водится здесь в Англии в Шеффилде, отвечает очень теплыми аплодисментами Натали и Фабиану. Итак, Натали Пшалаев, Фабиан Бурза, чемпионы Европы.